Здравствуйте! Видео ведется на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны. Вверх, вниз, лево, вправо. На мобильном устройстве можете управлять гироскопом. Если управление гироскопом не поддерживается, значит, вводите по экрану пальчиком и видео прокручивается во все стороны. Если вы смотрите на компьютере, то зажимаете левую кнопку мыши и видео прокручивается во все стороны. Для наилучшей четкости изображения вставите 4К и будет видео максимально четко, какое возможно для просмотра YouTube, для панорамных изображений. И нужно смотреть только в программке YouTube. Если вы смотрите просто браузеры, то видео может раскрыться. Полную развертку сделать, и вы не получите того эффекта, который снимается на панорамную камеру. Прогуливаюсь я такой по Лазаревской, и вдруг вижу вот такой вот плакат, который прямо напротив меня. Я, в принципе, не ожидал такую рекламу увидеть в Лазаревской, так что решил сделать обзор специально для вас. Давайте смотреть. Итак, в этом ролике я хочу вам рассказать про то, что сейчас у нас 11 ноября. Будут колоссальные скидки на Алиэкспресс. Я в этом ролике хочу рассказать, что бы я купил, ну, в принципе, я что-то уже сам купил, что я планирую еще купить для комфортного отдыха летом в Чимитакваджо, в Лазаревской, в Сочи, где вы планируете отдыхать. Так, начнем. Смотрим напротив меня, вы видите монитор, и я вам буду показывать, что бы я приобрел. Ну, я приобрел, я уже приобрел, если вы подписаны на мой канал, то периодически видите, когда я хожу в очках, я, собственно, хожу вот в этих вот очках. Очень хорошие очки, рекомендую. Поляризационные. Вот, ну, сейчас, ладно, давайте открою, как они выглядят. Они выглядят вот такие вот очки, отличные. Они поляризационные. И 11 ноября они будут стоить на Алиэкспресс 769 рублей 81 копейку. Ссылку в описании я не дам, потому что, собственно, это не реклама, это просто моя рекомендация, что бы я купил, если я планирую отдыхать летом в Сочи, Лазариско, или в любом месте, где вы бы отдыхали. Так, очки. Отлично. 769 рублей для поляризационных очков. Мне кажется, хорошая цена, плюс с ними идет чехольчик, и они действительно поляризационные. Так, кепка. Кепка. Что бы вам не напекло голову, головной убор, тоже я в нем хожу в Чимитакваджи, иногда езжу в Лазариской. 11 ноября он будет стоить 127 рублей 65 копеек. Именно вот в этом головном уборе, когда я снимаю видео, если она у меня не кепка, а именно головной убор, то это что это? Панама. Именно в такой Панаме я хожу по Чимитакваджи, на пляже она вполне мне очень нравится. Так, и, конечно же, маска для дайвинга. Вот ее я планирую купить. Именно маску для дайвинга хочу зелененькую. Вот такую вот маску для дайвинга. Почему я не рекомендую брать маску для дайвинга на все лицо? Потому что лично на все лицо она должна вот здесь, в этом месте она прилегает. А у меня она не прилегает. И когда я дышу, когда вы дышите там ртом или носом, то если бы она плотно прилегала, то воздух выходил бы, тут бы есть отверстие в трубке сверху, то он выходил бы. А так как у меня она, к моему лицу она не идеально прилегает, и когда я дышу, у меня такой создается ветер внутри, и глаза начинают быстро относительно слезиться, и когда я дышу в маске, то ресницы начинают, ну, небольшой ветер идет, и начинает как бы щекотиться, щекотно глазам все время. Как бы именно маску на лицо я вам не рекомендовал покупать для сноркинга. Это во-первых. Во-вторых, чтобы, если вы хотите глубоко нырнуть, именно в маске для сноркинга, вы снорклинга, вы не сможете нырнуть именно глубоко, потому что перед тем, как нырнуть, нужно зажать нос, и выдохнуть, и сделать, как будто вы выдыхаете, чтобы у вас перепонки зажались, как бы воздухом, нужно продуться, как называют это, куалангисты, продуться, чтобы нырнуть глубоко, чтобы, ну, в перепонках получается воздушная пробка, и тогда давление вам не давит на ваши уши. А в маске для снорклинга, на все лицо, у вас нет возможности зажать нос, и продуться, и когда вы ныряете, вы ныряете максимум на глубину 2-3 метра, если вы хотите подальше нырнуть, там будет больше давления, и в этой маске глубоко нырнуть у вас не получится. Маска, ну, она 11 сентября, она, в принципе, все время стоит 765 рублей, но если вы найдете такую же маску, она будет стоить там полторы тысячи рублей, но 11 сентября она будет стоить 765 рублей, смотрите, маска и отдельно чехольчик, чехольчик 350 рублей, именно вместе с маской я бы не рекомендовал покупать, потому что я нашел также ссылку на чехольчик, который стоит 187 рублей 22 копейки, такой же чехольчик, который рядом стоит за 350 рублей. И так, еще, такая супер штука, как вы видите, специальные наклейки, ну, в принципе, это для автомобиля, чтобы окно не потело, чтобы не потели зеркала. Я их, в принципе, уже купил, хочу наклеить на эту маску, которую я куплю, сразу наклеить на стекла, чтобы они не запотевали. Когда вы все-таки маску надеваете, она запотевает, некоторые говорят, что нужно поплевать, растереть, и тогда она запотевать не будет. Как раз у меня есть маска для снорклинга, и ничего для этой маски не работает. Я в нее купил также, такую пластину вклеил, и она не потеет. И для новой маски я собираюсь наклеить такие же штучки, которые позволяют не запотевать именно маски. Так, что у нас? Рюкзак. Рюкзак, это очень, если вы планируете отдыхать, то, выходя из дома, допустим, если вы где-то живете в Лазаревской, если я вот в Чимитаквадже, вот рюкзак вы видите, это скетчерс, а это у нас точно такой же, только не скетчерс. Что я вам хочу сказать? На поясная сумка мне уже мала, потому что, если вы собираетесь что-то еще там видеоблогингом заниматься, то нужно положить маленький штативчик, чуть побольше штативчик, саму камеру, положить пауэрбанк, положить телефон, положить кошелек, что-то еще, и она уже как бы не так комфортна. Если вы что-то маленькое берете, то, конечно, нужно, рекомендую поясную сумку. А если что-то чуть побольше хотите положить, все, что сейчас перечислил, уже в поясной сумке не так удобно. Я рекомендую именно вот этот рюкзак, и это я расскажу после того, как расскажу, обозрю все товары, которые я вам планирую. Тут, в принципе, уже их немножко осталось, штучек пять. Рюкзак. Так. Вакуумный термос. Бутылка термос. Именно Xiaomi. Рекомендую купить термос. Почему? Потому что термос, это очень удобно. Тоже расскажу чуть-чуть попозже, и покажу, как он реально выглядит. Водонепроницаемый чехол для телефона, для документов. Тоже покажу. Это здоровская вещь. К тому же она будет стоить 61 рубль 54 копейки. Я в Лазаревской в начале лета искал такой чехол, но так и не смог найти. Заказал на Алиэкспресс. 11 сентября будет стоить 61 рубль 54 копейки. Рекомендую. Для летнего отдыха очень полезная штука. Экшн-камера. Если вы подписаны на Инстаграм Chimita Quadji, где я периодически в Chimita Quadji купаюсь и ныряю под водой, именно я купаюсь именно с экшн-камерой Xiaomi Mijia 4K. Именно с этой камерой она стоит в стандартном наборе 6466 рублей. Почему-то именно скидка на нее 11 числа, но это и так минимальная цена. Помимо экшн-камеры, если вы хотите делать отличные видеоролики подводные для Инстаграм-блога, для любого, если вы хотите что-то снимать, то помимо самой камеры нужно еще взять подводный чехол и также помимо подводного чехла нужно купить, я рекомендую купить такую, это как бы большое такое киндер-лицо, держалка для камеры, куда вы подводный чехол прикручиваете, чтобы сама подводная камера у вас не утонула. У меня есть одноклассник Евгений, который купался где-то в Крыму с GoPro под водой и случайно ее выронил и больше ее не нашел. А если бы у вас был бы такой чехольчик, не чехольчик, а такая держалка, то камера обязательно бы всплыла и очень удобно держать камеру. Об этом тоже я... Обо всем понемножку, что я уже купил. Маска для снорклинга, для подводного ныряния. Снорклинг это подводное ныряние. Маска хорошая, отличная маска, но, когда вы ее одеваете, вот так это выглядит. Вы, когда ныряете, нужно продуться, закрыть нос, подуть, и где перепонка, образуется воздушная пробка. Когда вы глубоко ныряете, то вода не так давит на череп, на голову, на саму перепонку, потому что образуется... Ух, отошел. Воздушная пробка. А здесь вы, когда ныряете, не можете так делать. Если вы не планируете нырять, а просто плавать на поверхности и смотреть вниз, то очень хорошо, как бы маска, в принципе, хорошая. Но, опять же, у меня, лично у меня, она должна прилегать идеально. Вот видите, внутри такая вот резиночка. И, по идее, когда вы дышите, когда вы дышите, то изнутри воздух должен проходить сюда и выходить через трубку. Но, когда именно надеваю себе на лесу я, вот здесь, именно она не очень плавно прилегает к лицу. Вот в этих местах она как бы не прилегает. И когда вы дышите ртом или носом, то отсюда ваш воздух вы выдыхаете. Чтобы вдохнуть, нужно выдохнуть, естественно. то именно вот здесь как раз у меня возле глазу глаз и воздух щекочет мне ресницы. Как бы мне как-то не совсем ну, как бы щекотно, не совсем как бы комфортно глазам. Они все время вот так вот ресницы я выдыхаю и ресницы шевелятся. И она потеет. Я сколько не плевал ее, сколько не растирал, она потеет. Внутри, если вы заметите, то на всей поверхности наклеена вот здесь специальная специальная пленочка, которая клеится на зеркала машины, чтобы она, чтобы они не потели. Здесь вот она наклеена и она вообще в принципе не потеет. Как бы очень рекомендую покупать пленочку. Так, термос. Термос я себе купил, себе купил, купил и супруги. Вы скажете, нафига нам термос за 900 рублей, когда мы там за 300 или за 500 рублей можем купить такой термос? который продается в любом магазине и там не обязательно заказывать из Китая. Температуру мы ездили на водопад Поликаря, на Красную Поляну. А сколько мы выезжали? Ну, пока мы, вот вертолет пролетает, кстати, вертолет летит, сейчас его слышите. Реальные тесты сделали. Сюда налили чай, сюда налили кофе. Ну, не кофе, какао налили. Горячее, горячее, полную подзавязку. Выехали, ну, налили его в 8 утра и открыли оба в районе 11, в 11 утра, в 11 утра. Здесь прям был кипяток, вот прям, прям можно было обжиться, прям реально можно было обжиться. А здесь было просто тепленько. вот такой напиток, такой термос держит тепло гораздо лучше, чем этот термос 900 рублей, как бы, 930 рублей он будет стоить 11 числа. Единственное, что мы покупали без датчика температуры, как бы, если вы купите там подороже, за 1000 с чем-то, там будет какая-то кнопочка, он будет показывать, какая реальная температура внутри. Лично я почему-то не рекомендую покупать именно с датчиком. Почему? Потому что, во-первых, это нужна батарейка, во-вторых, это дополнительная часть, откуда выходит тепло, оно не так вакуумно, наверное, держится, и где-то, когда я его хотел приобрести, то говорили, что он даже через это место что-то там людей возникал дискомфорт. Короче, рекомендую покупать подешевле без датчика температуры. Самый простой, очень гораздо держит тепло в 100 раз, ну не в 100 раз, там, раза в 3 дольше, чем простой термос, ну, он в 2 раза дешевле. Про очки. Очки. Очки, в принципе, покупайте, какие вам хотите, какие вам нравятся, в принципе, можете покупать и Ray-Ban, и разные, которые вам нравятся. Мне лично нравится такая вот модель, они делают поляризационные, отличные очки, я в них хожу, и реально, ну, очень здорово, летом, летом на море без очков лучше не появляться. Или в головном уборе, или очки нужно покупать обязательно. Так, еще, для чего термос нужен? Термос нужен для чего? для того, чтобы, как бы, вообще, в принципе, что происходит? Вы идете, просыпаетесь утром, уже приехали там в Сочи, в Лазарьск, или в Чимитакваджа, вода до обеда чистая, прозрачная, ну, ветер до обеда практически не дует. К обеду начинается небольшой такой ветерочек, сколько сейчас время? 10-23, но видно на море небольшая рябь, как бы, все время к 12, начиная, поднимается небольшой ветерок, и вода уже не такая хорошая, как до 10-11 часов дня. Потом, вы, в принципе, все уходите на сиесту, с 12 до 4, вы уходите на сиесту, но с этого, ну, и появляется небольшой ветерок, который с моря, знаете, вода немножко мутнее, там немножко могут приплывать, после обеда начинают приплывать небольшие там деревяшки, маленькие медузы, это все бог с ним. А если вы идете на море, выходите на море за полтора часа до заката, вы великолепно еще час купаетесь, а потом, когда идет закат, вы сразу с собой берете, вот, там сосед у меня общается, берете и на закате пьете чай, кофе, это вообще очень здорово, быть на море и пить на закате свой любимый напиток, горячий, это прям очень меня радует. Так, и что я вам рекомендовал? Рекомендовал камера, ну, помимо этого, для самой камеры я не всегда ее храню, в таком чехольчике, камера Xiaomi Mijia, которая снимает под водой, ну, она, сама камера под водой не снимает, она просто снимает, но, чтобы делать отличные морские виды, берете чехольчик подводный, так, он так вакуумно прижат, сейчас, секундочку, покажу, как оно все выглядит, ух, там такая резиночка, нужен мне небольшой ножичек, секундочку, вот, свершилось чудо, я открыл аквабокс, камера снимает видео в 4К, отдельно покупается аквабокс, вставляете камеру в аквабокс, закрываете его, он там вакуумно закрывается, аквабокс продается отдельно, и отдельно от этот поплывок, за что вы его держите, если вдруг вы его выроните, она утонет, а этот поплывок внутри с воздухом, который не позволяет камере утонуть, именно рекомендую камера аквабокс и поплывок, чтобы делать отличные видео под водой, себя или не только себя, подписываемся на инстаграм канал, набираете хэштег гавана чемитакваджи, появляется много в инстаграме фотографий моего гостевого дома, именно хэштег гавана чемитакваджи, без пробела, хэштег гавана чемитакваджи, и подписывайтесь на канал, и смотрите там много видео, которые сняты именно на эту камеру под водой в чемитакваджи. И одна из самых дорогих покупок, ну, на самом деле, этот рюкзак я купил не на Алиэкспресс, рюкзак скетчерс, но я его купил в спортмастере. В спортмастере такой рюкзак стоит 2800, подороже, чем на Алиэкспресс, но если вы зарегистрированы на Алиэкспресс, то зарегистрированы вы в спортмастере, то на день рождения он вам дарит скидку 1000 бонусов, которые вы можете обменять, и получился, что этот рюкзак мне вышел там 1900 рублей там с чем-то. Рюкзак очень удобный. До этого у меня был рюкзак Соломон, рюкзак Бертон. Этот рюкзак гораздо лучше, чем Соломон и Бертон вместе, ну, не вместе, но гораздо удобней. И на поясную сумку мои все пиндюры, которые нужны для камеры, они уже не помещаются. В принципе, рюкзак очень удобный. А, супруга не будет смотреть как раз. Она почему-то в последнее время не смотрит мои видеоролики. Я и заказал такой же, только вот с розовым. Она как раз обратила внимание, когда я на Алиэкспресс что-то пролистывал, заказал и такой, только такой же, только за часть у нее будет розовая. Итак, обзор рюкзака. Здесь большой, глубокий карман, плоский, куда можно положить разные документы. Вот вы видите, докуда помещается моя рука. В принципе, всякие наушнички, можно положить флешки. Все, что вам удобно. Рюкзак открывается полностью. Ну, вы заметили, что у него нету где сбоку положить бутылку. У него на самом деле внутри все есть. Этот карман, куда положить термос, отлично есть внутри и он никак не болтается. Термос у вас не разольется. Помимо этого, для всяких ручек, всяких штативов здесь есть. Также дополнительный карман, куда вы можете положить всякие пауэрбанки, проводки, куда вы можете положить паспорт. отличный карманчик для паспорта. Дополнительный кармашек для чего угодно, для кошелька, для телефона, для чего вам удобно. И плюс сам основной рюкзак. В принципе, там, без проблем сюда поместится вся маска. Можно трубка конечно с трубкой не поместится, но если все это разобрать, как, кстати, маска разбирается, вы можете трубку отстегнуть и отдельно хранить. Очень вместительный, плюс отдельный отсек. Так как я езжу с ним по делам, тут можете всякие папки, документы, ноутбуки, планшет хранить. Отдельный отсек. И какие плюшки еще здесь есть. Здесь дополнительный как бы потайной карман на спине, но он не потайной, потому что просто на спине мало доступа у людей будет. Я здесь, в принципе, даже я ничего не храню. Дополнительный карман на спине и плюс когда вы его носите дополнительный карман, в который удобно помечаются ключи от какой-либо комнатки или ту же самую флешку. Очень удобно здесь хранить. Какой бонус, если вы покупаете именно на Алиэкспресс. Но он автоматически точно такой же, но он не скетчерс, а другая фирма. У него дополнительная идет резиночка на спине, чтобы рюкзак вставить и перемещать вместе с чемоданом на большой ручке. И что еще? Дополнительный у него здесь какой-то кармашек, который выдвигается и куда вы можете положить зонтик. Какое-то у него еще отличие было. и эти два кармашка, они закрываются, там какой-то дополнительный замочек идет, который прячется, также дополнительный кармашек, они немножко усовершенствовали, или они усовершенствовали скетчерс, или скетчерс немножко упростил некоторые функции этого рюкзака, а так они выглядят полностью одинаково. Вообще одинаково не выглядят. Так что это те товары, которые я вам рекомендую приобрести летом, которые вы можете купить на Алиэкспресс, которые вам понадобятся летом для комфортного отдыха. Сочи, Лазаревская, Чимитакваджа, где бы вы не отдыхали, советую подумать о приобретении именно этих товаров, все плюсы и минусы я. Рассказал, можете написать в комментарии, чтобы вы еще бы порекомендовали покупки на лето на Алиэкспресс, как бы когда они готовятся, когда они готовятся, они как зимой, как зимой к лету, как не готовятся летом как зимой. Так что до новых встреч, подписываемся на канал, ставим лайк, пока. И все-таки я подумал, что именно те страницы, которые я вам сегодня показывал, ссылка этих страниц будет в описании ролика. Так что если захотите, можете сами посмотреть цены реальные на эти товары, которые я сейчас вам рассказывал. И сейчас действительно уже до новых встреч. Пока. Подписываемся на канал, ставим лайк. Если хотите, можете помочь каналу для развития дальнейшего. Редактор субтитров